Девушки отдыхают Итак, у нас здесь осталось еще две системы А это значит, что поисследовать нам будет Что интересное Итак, перелетаем в Афины Поехали Элиарку мы освободили Теперь она у нас на корабле И с ней можно, в принципе, поболтать Кстати, попутно поболтать можно и со всеми теми, кто находится у нас на корабле Потому что у них появились новые диалоги по поводу этой последней миссии Ну, не со всеми Но с членами команды так уж точно И первым у нас, как всегда, будет Аленка Аленка, привет, давай поболтаем Мы уже близко к цели Когда мы все сделаем, Совету придется встать под наше знамя Если бы мы могли привлечь Совет на свою сторону Это стало бы прекрасной возможностью для Альянса Борьба была нелегкая Но теперь мы заслужили их уважение А вы со времен Акузы были на переднем крае Вас вряд ли что-то может остановить Я в жизни не встречал такой женщины, как вы Жизнь и у вас была не из легких Но мне нравится, кем вы стали Что вы, капитан Заставляете меня краснеть Я серьезно, Шепард Я хочу пройти все до конца Служебные дела мешают, конечно Но когда задание будет выполнено Все будет иначе Надеюсь, что вы думаете так же Мэм Звучит заманчиво Осторожнее, вы отвлекаете меня от спасения галактики Все само собой сложится в ближайшие дни Или ночи Шепард, у меня рядом с вами мысли путаются Мы сделаем это, капитан И чем раньше, тем лучше Что вы думаете о последней миссии? Доктор Тессони? Она вроде славная Хочу сказать, если вам нравятся заучки Есть намерения, лейтенант? Нет, капитан Я предпочитаю рисковых Поговорим позже, Кайден С удовольствием Так, надо еще так же поговорить С новым членом экипажа Естественно Да, капитан Вам что-нибудь нужно? Мне нужно идти До свидания, капитан С Лярой, пожалуйста С Лярой, пожалуйста Сделаю все, чтобы помочь вам остановить Сарена Обещаю Не волнуйтесь, Ляра Я вам верю Знаю, вы меня не подведете Для меня это очень важно, капитан Спасибо Расскажите мне о себе, Ляра О себе? Боюсь, моя жизнь не так интересна, капитан В основном я проводила время на дальних раскопках Добывала из земли всякую ерунду, погребенную в старых протеанских руинах Я так понимаю, занятие ваше опасное И к тому же вам бывает одиноко Иногда я натыкалась на местные формы жизни Или сталкивалась с шайкой наемников или каперов Но я всегда была очень осторожна Мои биотические способности всегда выручали меня Пока геты не напали на меня в Тау Артемиды А что до одиночества? Что ж, это-то мне и нравилось больше всего Иногда мне просто надо побыть одной Вы не любите общество? Думаю, дело в том, что я дочь матриарха И все ожидали, что я пойду по стопам Бенезии Сделаюсь вождем нашего народа Матриархи ведут своих последовательниц в будущее Они ищут истину о том, что еще только грядет Может, потому я так заинтересовалась тайнами прошлого? Глупо звучит, когда говоришь об этом вслух Будто бы я стала археологом, только чтобы насолить Бенезии Все дети бунтуют против своих родителей Естественный процесс взросления Вы мудры, как матриарх Шепард То же самое Бенезия ответила мне, когда я сообщила ей о своем решении Но дело было не только в этом Меня тянуло к прошлому Протеане были кем-то таинственным, мистическим Я хотела все о них узнать Вот почему меня так привлекаете вы Вы отмечены маяком Наидом Прайм Вы коснулись действующей технологии протеан Звучит так, словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории Что? Нет Я не имела в виду ничего Уф, я... Я не хотела вас обидеть, Шепард Я только хочу сказать, что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования Нет Так еще хуже Успокойтесь, Лиара Я просто шучу Шутите? Ох, святая богиня Какая же я глупая Наверное, вы считаете меня полной идиоткой Теперь вам должно быть ясно, почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями Я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других Пожалуйста, давайте сделаем вид, что этого разговора не было Вы знаете, почему Бенезия встала на сторону Сарана? Бенезия попала в водоворот событий и потеряла контроль над ними Ее волю подчинили, в результате она стала частью того, что сама хотела остановить Но я помню и чту то, как она жила, а не то, как умерла Моя мать была сильной, доброй, красивой А теперь ее нет С вами все будет хорошо? Спасибо, что беспокоитесь за меня, Шепард Мне ее очень не хватает И я скорблю о том, что с ней случилось Но я не позволю скорби отвлекать меня от нашей цели Хм Хочу побольше узнать о базаре Наша раса первая открыла цитадель Мы сыграли важную роль в формировании Совета При разногласиях в галактике мы всегда стараемся быть голосом мира и сотрудничества Мой народ считает, что все мы часть единого галактического сообщества Каждый вид вносит свой вклад в общее дело Хотя мы стремимся к пониманию других видов, мало кто хочет понять нас Галактика полна слухов и домыслов о нашем народе Каких, например? Большинство заблуждений вертится вокруг наших брачных ритуалов Мы однополый вид Для нас понятия мужчины и женщины не имеют смысла Но для размножения нам требуется партнер Этот второй родитель, однако, может принадлежать к любому виду и полу Не понимаю, вы можете спариваться с кем угодно? Спариваться — это не совсем то слово Физический контакт может присутствовать или отсутствовать Это не главное, в чем заключается союз Подлинная связь — это связь разумов Наша физиология позволяет нам соединяться с другими существами Мы можем проникать в самые глубины их сознания Мы исследуем генетическую память их вида Разделяем базовые элементы их личной и расовой идентичности И затем мы передаем их черты нашим дочерям Таким образом мы способны развиваться как вид И обретать лучшее понимание других рас Что случается с вашим партнером после союза? Бывает по-разному Некоторые союзы — это однократные встречи, после которых родители расстаются Другие могут быть более длительными Иногда Азари и ее партнер остаются вместе на много десятков лет Вы знаете, кого выбрала своим партнером? Матриарх Бенезия Она редко говорила о своем партнере Но я знаю, что мой отец, если вы хотите это так называть Принадлежал к народу Азари Мне казалось, одним из родителей обязательно должен быть представитель другого вида Подумайте, Шепард Если бы мы не могли рожать детей в пределах собственного вида То вымерли бы задолго до того, как овладели искусством космических полетов Внутривидовые союзы теперь редки Во всяком случае, для целей размножения Большинство Азари считает, что это ослабляет наш генотип Дочери Азари наследуют расовые черты своих отцов Если у оба родителя Азари, ничего не приобретается Так, по крайней мере, говорит здравый смысл Я та, кого иногда называют чистокровная Хотя ни одна Азари не посмеет сказать мне это в лицо У нас это считается большим оскорблением Возможно, партнерша Бенези тяготилась их союзом Даже, наверное, стыдилась при всех признать меня своим потомком Может, она хотела с вами встретиться, но не смогла С ней могло что-то случиться Может, она погибла Не исключено, что вы правы Надеюсь, что так Но точно это выяснить невозможно Бенези никогда не говорила о своем партнере Что бы там ни было, ей было слишком больно об этом вспоминать Она растила меня одна, хотя это нередко бывает Азари часто воспитывают детей в одиночку Особенно если отец относится к недолговечному виду Партнер нередко умирает до того, как ребенок успеет повзрослеть Вы знаете, кого выбрала своим партнером? Она редко говорила о своем партнере Но я знаю, что мой отец Бенези не называла вам имени своего партнера? Внутривидовые союзы теперь редки Во всяком случае, для целей размножения Большинство Азарища дочери Азари наследуют Так, понятно Возможно, партнерша Бенези тяготилась Не исключено Бенези Азари часто воспитывают детей в одиночку Особенно если отец относится к недолговечному виду Партнер нередко умирает Вы, Азари, можете прожить до тысячи лет Что бывает, когда ваш партнер умрет? Мало кто из разумных видов обладает нашей долговечностью Мы научились подходить к своим союзам философски Мы мало думаем о неизбежности утраты своего партнера Предпочитаем наслаждаться тем временем, что можем провести с ним И даже если партнер уходит из этого мира Частица его живет в нас Союз это связь, выходящая за рамки пространства и времени Круто Мне пора До свидания, Шепард И, кстати, это единственный персонаж С которым Шепард начинает К которому, точнее, Шепард начинает кадриться сам То есть, ну, прям с самого начала Такие шуточки, все дела Ладно, пойдем изучим наших остальных персонажей Возможно, они нам скажут что-то более интересное Опять часовая загрузка Давайте зайдем вот сюда еще посмотрим, что у него есть Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан Так Ну, это снайперская винтовка Тяжелая броня человека Штормовая винтовка Пистолет Тагарусу, по-моему, можно предложить У него опять появились эти пушечки Которые мы можем купить Кстати, довольно, в принципе А, нет Все-таки дорого Дорого-дорого Ладно Там ничего, собственно, такого и нет Я думаю, что навряд ли мы сможем купить что-то более Такое Дорогостоящее Ну, можно вот эту штуку купить Но, по-моему, она Не нужна нам Ладно, поговорим с Гарусом Капитан Я хочу сказать спасибо За что, Гарус? За все Что вы меня взяли с собой Приняли в свою команду Я многому научился Я много думал о том, что вы мне говорили О том, чтобы не жертвовать невинными людьми Искать лучший способ А не только самый быстрый И о докторе Салионе я тоже думал Так Мы это слышали, к сожалению Слова ничего не знают Если те, кого я клялся Не волнуйтесь, капитан Не забуду Да Мы это, в общем, слышали, к сожалению По-моему, Гарус нам больше нового вообще ничего не скажет А может скажет, что помню Что вы думаете о последней миссии? Я не очень-то верю в историю доктора Тессони В то, что они с матерью не общались Они ведь не чужие друг другу По-моему, она с нами откровенна Или, по крайней мере, лжет не так много Да, ей, наверное, это тяжело дается Эй, а может спросить ее насчет ее половой жизни? Это было бы интересно Вряд ли она привыкла к тому, чтобы ее дразнили Пусть даже по-доброму Поняла, Шкипер Шутки в сторону Жалко, что руины совсем разрушились Они же простояли тут тысячи лет Это впечатляет У вас есть минута поговорить с глазу на глаз? Мне надо возвращаться к своим обязанностям, Шкипер Винтовки ждут Ой-ой-ой-ой-ой Вы свободны, сержант Мэм Ужас-то какой Ладно, попробуем что-нибудь из Рекса выведать Шепард Нет, ничего нового Просто Шепард Рекс Рекс Шепард Шепард Рекс Рекс Шепард Окай Эй, Шепард Вам что-то нужно? Нет Мне нужно идти Увидимся В итоге только с Аленкой поговорили Печалька Эх, жалко Ну ладно Уходим от... А Продать-то нам все-таки все равно надо Кое-что Интересуетесь новинками? Давай, как скажете Все время забываю, что мне нужно продавать Ненужные Почему они у меня... А Ты первый где-то надыбал Ясно, понятно Так Седьмые Удаляем Потому что уже есть восьмые По сути Как появятся восьмые Будем уже смотреть Криопатроны Полоневые патроны Бла-бла-бла-бла-бла-бла Там же есть восьмые Насколько я помню, да? Нет? Нету? Ну ладно, тогда просто все удалим Нафиг К фигам Просто Все А нет Вот теперь все Замечательно Четыре с половиной миллиона Мы получили за всю эту хрень У нас осталось два оружия Девятого типа Или броня Девятого типа Неважно В общем, что-то у нас осталось У нас дробовик остался Соколов И у нас остался Кто-то, кого у меня нет Или чего у меня нет Не знаю В общем, ладно Давайте тогда на карту бежать Так Прыгаем в следующую систему Точнее, мы уже прыгнули Осталось только изучить планеты этой системы И начнем мы с этой ЦРЦ Это водородно-гелевый газовый гигант Небольших размеров Атмосфера которого содержит примеси серы и хлора Что придает яркий желто-зеленый оттенок С развитием колонии протеина ЦРЦ Вероятно, будет Развернута инфраструктура По добыче гелия Ну, в общем, концентрацию гелия мы здесь И как бы и нашли Ладно, понятно Все с этим с вами И со всем остальным Так Данные о далекой планете Фарос Полученные с помощью автоматического зонда Планета имеет крайне разряженную атмосферу Из азота и аргона Поверхность большей части состоит из золу Встречаются залежи углерода Глубокие кратеры частично заполнены льдом Свидетельствуя о том, что в недрах Возможно, имеется значительное количество воды Планета получила свое название Из-за огромного сверкающего кратера В южном полушарии Благодаря которому она видна Из внутренней системы Найдена турианская эмблема Во время сканирования планеты Ферос На одном из ее спутников Вы нашли заброшенную базу Рассветгруппа не обнаружила Ничего интересного За исключением того, что Большая часть развалин Была отмечена эмблемой колонии Магна Такие вот дела Можно попробовать поискать в поясе Астероид какой-нибудь Мы же теперь этим занимаемся Иногда Вот Так Навсекая Благодаря небольшому количеству натрия В атмосфере Навсекая Имеется темно-серый оттенок В остальном это Обычный водородный гелиевый Газовый гигант Большое количество водяного пара В верхних слоях атмосферы Стало причиной Образования белых облаков Вот такие вот дела По-моему, сюда мы можем приземлиться Сюда нет Соломин Данные о геологических особенностях Соламина Были получены с орбиты Кроме этих сведений О нем неизвестно Очень немногое Толстые атмосферные слои Из углекислого газа И близость активного Афины Стали причиной невероятно Высоких дневных температур В районе экватора Из-за которых поверхность Планеты плавится А кора Соламина Состоит из железа Встречается с залежем металлов Платиновой крупы Ну короче Там железные океаны Протей Подобно родной планете Ханара В 90% поверхности протея Составляет океан И вероятное количество тепла Исходящего от Афины Стало причиной увеличения Влажности до 100% Образования Постоянного облачного покрова И мощнейших тайфунов Бушующих на поверхности В любое время года Несмотря на высокую температуру Влажности урагана протея Считается Подходящий До колонизации планеты Благодаря уникальному Сочетанию Кислородно-азотной Атмосферы И биосферы Основу которой Составляет углерод В рамках Экспериментальной программы Изучается возможность Создания колонии Под водой Для защиты От сыровых Подводных условиях На протее Имеется большое количество Свободного кислорода Ну это как Один еще газ Дополнительный Ну типа как гелий Из другого типа Ладно Здесь больше вроде бы Ничего нету Либо я что-то не знаю Но поехали на Македонию Так Проходимся по поясу На всякий случай Быстренько как-нибудь Чисто ради интереса Чтобы найти что-нибудь Ничего не нашли Поехали на планету Фаргелуза Обычный водородно-гелиевый Газовый гигант В атмосфере которого Изобилуют углеводороды Вы обнаружили Высокую концентрацию Ксенона Почему нет? Патавик Вторая крупная планета Земного типа В системе Македонии Она представляет Гораздо больше интерес Чем Паралан Большая часть поверхности Покрыта морями Жидкого аммиака А населенными Уникальными формами Аммиачной жизни Несмотря на то Что в замерзших Континентах Жизнь отсутствуют Холодные токсичные моря Полны разнообразных Сложных живых организмов Многие из которых Превышают по разному По размеру человека Чрезвычайно Недружелюбная Для людей Окружающая среда Патавига Подходит Однако Для заселения Волосами Переговоры между Альянсом системы Турианской иерархией Покровителем волосов По этому вопросу Продвигаются Хорошо Ну короче говоря Волосом будет Новая планетка Паралан Большая Огромная планета Земного типа В полтора раза Больше земли Несмотря на Толстый атмосферный Слой Незаслабого Излучения Красного карлика Микедония Температура На поверхности Очень низкая Кора Паралана Состоит Большей частью Из кремниезема Однако Встречаются Достаточно Крупные Месторождения Железа И других Промышленных Важных Металлов Даже С учетом Высокой Гравитации Разработка Этих Месторождений Может оказаться Выгодной Найден Записи Матриарха Во время Сканирования Планеты Паралан Был зафиксирован Странный Сигнал Поступающий С орбиты Штурман Пресли Установил Что Источником Сигнала Является Древний Маяк Ваша Команда Доставила Его На Нормандию В одном Из отсеков Был Обнаружен Фрагмент Записи Матриарха Деленаги Шардзила Внимание Опасность Атмосферного Давления Первого Уровня Состоящим Из аммиака И кислорода Климатические Условия На планете Умеренные Поверхность Состоит В основном Изгиб Глинозема Встречаются Залежи Серы По данным Журналов Коммуникационных Буев Неподалеку Отмечено Перемещение Незарегистрированных Судов Экосистема Ушардзила Составляет Кремниевые Организмы Дышащие Кислородом Плотно заселенные Районы Покрыты Слоем Кварцевой Пыли Диоксида Кремния Которая Является Продуктом Жизнедеятельности Высших Форм Жизни Сильные Ветры Насыщенные Абразивной Пылью Представляют Угрозу Для жизни В районах Скопления Кварцевой Пыли Пищевые Пешие Перемещения Могут быть Особенно Опасны Проводить Работу Вне Транспортных Средств На Шардзиле Не Рекомендуется Ну что ж Как обычно Итак Что у нас здесь есть Думаю вот сюда Развернуться И поехать Ну По крайней мере Здесь Несмотря на то Что есть горы В принципе Здесь Более-менее Все нормально Давайте Проезжаем Вверх Ну да Здесь Более-менее Приемлемая Такая Атмосфера И я Угадал С месторождением Вон оно Впереди Прямо Можно сказать На самом Пограничье Сейчас мы Сюда Аккуратненько Заедем Ну как Аккуратненько Ну Поняли Так Уровень опасности Повышается Искать В общем-то Что-нибудь Полезное И мы нашли Крупное месторождение Урана Да Напоминаю Детей У нас уже 300 раз Как нет Окей Едем Едем Дальше Путешествуем По этой Желтой Планете Планета Принадлежащая Желтому Ладно Посмотрим Посмотрим Где и что У нас Будем надеяться Что я найду Хоть что-то Интересное Потому что На этих Планетах Это часто Бывает Но Не всегда Не всегда Не всегда К сожалению Но Иногда Встречается Так Что-то Новенькое Вопросика Здесь Не было Это Я точно Знаю По крайней Мере Я его Не видел Что же Мы Такое Нашли Азарийский Контейнер Не найдены Записи Матриарха Неизвестно Кто жил Здесь Но они Покинули Это место Достаточно Давно В одном Из Контейнеров И обнаружили Фрагмент Записи Матриарха Деленаги Круто Поехали Дальше Боже Ехать в гору Не очень удобно Но Нам как оказалось Это не особо и надо Ибо эта фигня Находится чуть Поудобней Чем мне казалось Изначально Так Месторождение Тори Крупное Кстати Замечательно Крупное Месторождение Тори Получено Так Теперь Можно Проехаться Вот сюда И попробовать Найти Что-то Интересное Ну или Не найти Как вариант Хотя Почему-то Я думаю Что Вот там Впереди Нас может Ждать Что-то Интересное Да Там Куча Врагов Например Поэтому Следует Бы Сохраниться Заранее Посмотрим Кто Нас Там Ждет И Кому Мы Так Не Приглянулись Я Выйду Подождите Подожди По-моему Это Геты Боже Пираты Пираты Хуже Гетов Или Геты Хуже Пиратов Я Не Знаю Кто Из Них Хуже Эти Засранцы Уже Нехило Так Меня Поатаковали Так Я надеюсь Таким образом Я смогу Пыл Малость Остудить Ну Видимо Да Хорошо Выходим Отсюда Сохраняемся И бежим Дальше По миссии Сразу же Берем Винтовки В руки И атакую Пиратов Все просто Так Вылезать Мы не намерены Да Злась Частные Пираты Ау Там Снайпер В меня Стрельнул Бам Балайло Ху Е Так Минус Тот Снайпер Который В меня Все время Попадал Так Смотрю У пиратов Кстати Неплохая Начинка Стала Уявляться Ну Либо Я просто Что-то Не понимаю Все Минус Если бы Еще свои Постоянно Не попадали Под Выстрелы Выстрелы Роботорговка Азари Ах ты Такая Нехорошая Торговка Роба Краба Ты умрешь Ты умрешь А в итоге Сама Умерла Ну что за люди Обещают А в обещании Не выполняют Ах ты умрешь x9 вариации мне тут по упадали не понятно что как бы нам оружие падает связи с тем какой у нас уровень в данный момент но все равно знаете то есть как-то хотя выпадает хорошее оружие ты все равно этому радуешься на всякий случай вот сюда пробегусь мало ли здесь что-нибудь лежит нет конечно но мало ли здесь были работорговцы я не помню зачем нас сюда посылали если честно все мы забрали отсюда высокая сложные дешифровки вот чем отличается высокая сложность дешифровки тем что довольно действительно жопно пытаться как-то добыть эту фигню если честно не очень легко это сделать ну то есть не всегда иногда бывает легко как вот сейчас да но все равно вы же понимаете насколько это проблемно так вы нашли информацию свидетельствующую о том что азари являются лидером на этих этих работорговцев приходится сестрой на саны дантиус влиятельному послу на цитадели вы должны вернуться в президиум и выяснить в чем дело вон оно чё значит помните ту азари которую мы встретили в кафешечке да она нас послала суда со словами того чтобы мы мол спасли ее сестрю сестрю чтобы ее короче сестренку спасли от того что все плохо и в общем ее взяли как бы сказать ее взяли заложники сестрю требует чтобы там общем оплатила все и вся да и шутка юмора в том что ну как бы сказать она нам наврала в смысле сестра то есть сестра потребовал выкуп со своей сестры и в итоге то еще скотина оказалась я не знаю как вам объяснить я думаю что вы и сами в принципе все это поняли поэтому как то так так турианец броня хрень все понял ясно понятно вот поэтому но не знаю такое сестренка сестренки попросила выкуп но вторая правда об этом не знала она думает что она спасает сестру оказалось вот видите как мы убили только что ее сестру и кто ж знал так тоже знал набор улучшения указанные патроны и патроны инферно но инферно мне не нужны мне нужны те которые оля очень токсичные поэтому будем искать все-таки именно их они что-то другое и надо будет еще сейчас чуть-чуть проехаться я думаю что куда-нибудь вот сюда вот и посмотреть нет ли там ничего интересного вот но костик то мы выполнили это замечательно когда что-то выполняешь это прям класс можно радоваться жизни не париться и ехать дальше по своим желтым делам в моем случае по зеленым но по желтому по желтому планета давай даже постреляю помогу тебе на самом деле у нас очень прочная скажем так авто если выстрел из его пушки нас не опрокидывает хотя выстрел довольно мощный идет все нас даже не сдвигает если мы выстрелим допустим будем стоять на одном месте он нас не сдвинет куда соответственно можно сделать вывод что у нас довольно мощная и подвеска и все прочее да и вес самого внедорожника тоже довольно большой значит у нас просто откинуло самую малость так теперь по прямой вот сюда получается быстренько и на этом на этой планете собственно все потому что вот эти вот вещи мы как не могли проверять так и не можем проверять потому что не можем причем как по моему даже если я возьму лиару даже если я возьму самых лучших техникам типа талии мы все равно не сможем проверить эти объекты потому что там должно быть именно наше обучение а не какое-то другое ну поняли о чем я вот такие вот дела а почему то мне кажется что здесь ничего не будет но я ошибаюсь и в итоге замечаю чуть по сбоку от себя где-то вот в этом месте полезные ископаемые не зря я поехал в общем говоря так и поехали замечательно крупные месторождения магния ну а теперь отсюда можно посваливать потому что три месторождения на одну планету как таковое и следующее наше будет приключение даже не знаю наверное наше следующее приключение будет следующей серии дорогие мои друзья ну а на сегодня все всем спасибо за внимание и пока-пока 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 Продолжение следует...